Продолжаем фундаментальные законы Торы. Вторая глава мы остановили, по-моему, как раз на четвертой аллахе, или в некоторых изданиях она третья аллаха, где Рамбон говорит о том, что все сотворенное можно разделить на три рубрики, на три части. То есть это то, как выглядит структура мира, согласно. И здесь перевод несколько проблемный, я уже об этом говорил, сейчас еще раз расскажу об этом. То есть есть творения, образованные соединения материи и идеи. И Мейер Левина переводит, он даже пишет такое примечание, «Идея, душа, всякая вещь, делающая ее такой, как она есть, не следует путать с формой и внешним обликом предмета». То есть поскольку он слово «форма» решил использовать для обозначения внешнего облика предмета, то слово «цура», которое на самом деле так и переводится как «форма», это на самом деле аристотельский термин, я не знаю, по каким причинам он решил здесь добавить, так сказать, платонизма к аристотелизму. Здесь, может быть, стоит сказать о том, что у Платона, собственно говоря, есть концепция того, что каждая вещь является тенью некой идеи, и в каком-то смысле за любым сущим стоит некая идея. Но идея – это, собственно говоря, от этого слова происходит идеализм в философии, и, собственно говоря, все философы, которые работают, так сказать, с идеальным миром, с миром идей или с миром, который не дан нам в ощущениях непосредственных, а дан как нечто, что мы постигаем, называются идеалистами. В отличие от этого идеалистического направления Аристотель, он скорее как раз тяготеет к тому, что называется материалистическим направлением философии. И, по сути дела, в этом как раз Мир Левинов прав, что понятие идеи у Платона он заменяет понятием форм. Что такое форма у Аристотеля? Форма – это действительно сущность того или иного сущего. Там нечего делать, приходится пользоваться почти однокоренными словами. Так вот, все, что существует в подлунном мире, оно является объединением материи и формы. И мы, когда будем читать сейчас, Левинов переводит это как идея, имейте в виду, что под идеями он подразумевает как раз эту аристотельскую форму. Зачем-то он написал, что это душа всякая вещь. Правда, слово «душа» взял в кавычки. Ну, можно, конечно, так сказать, что это нечто, что является сутью той или иной вещи. Ну, мы с вами говорили уже, да, об этом можно говорить про цветок. Вот есть зернышко цветка. Потенциально форма в этом зернышке уже заложена. То есть то, что в итоге из этого зернышка произойдет, это цветок. Человек, предположим, это интеллектуальное существо, и форма человека – это мышление, собственно говоря, умение мыслей. А форма, например, стула – это не конкретная, конечно, форма, а это, собственно говоря, то, что дает возможность сидеть на нем. И как бы мы это ни сделали, это, собственно говоря, абстрактная форма этой вещи. Ну, а материя, понятно, да, стул может быть деревянный, может быть металлический, может быть пластмассовый и так далее. Так что с материей проблем нет, а вот с понятием формы есть проблемы, которые здесь вот решаются таким, ну, не могу сказать, что очень корректным образом, да, потому что, как я уже сказал, идея – это платоническое понятие, а не Аристотель, не Аристотеля. Ну, дальше все понятно. Например, тела, людей, животные, растения, металлы, которые постоянно возникают и исчезают. Это мир, возникновение, исчезновение, так его называют Аристотель. В этом мире, собственно говоря, что получается? Вот эти формы, формы, которые существуют в каком-то смысле потенциально, да, отдельно от материи, хотя на самом деле это существование невозможно, просто формы как бы цепляются за материю. И материя, как это говорится на иврите, есть такая философская поговорка средневековая, что материя То есть любое сущее, оно надевает, так сказать, форму и снимает эту самую форму. То есть форма вместе с материей существует, например, лошадь, да, но лошадь умирает, и все, нет ни формы, материя разлагается. Другой, то есть это все подлунные существа, да, существа, образованные соединением вот этой самой материи и формы. Другой относится создание, образованные соединением идеи и материи. Это сферы и их звезды. Вы видите, что здесь, собственно говоря, тоже, в общем, тоже материя и форма. Да, и просто на первое место в данном случае поставлена форма, а не материя. Я сейчас прочитаю в оригинале, да, посмотрим, что в оригинале, как это сказано. В свое время. До следующего дня. Нет, ну с каждым разом проясняется по чуть-чуть. Да, с каждым разом все яснеет. Спасибо большое. Да, счастливо. Пока. Да, все, пока. Спасибо.